О предательстве Иуды. Беседа первая. 408. Немного нужно сказать сегодня о вашей любви. Немного нужно сказать не потому, чтобы вы тяготились множеством проповедуемого. Невозможно найти другой город, который был бы так любовно расположен к слушанию духовных бесед. Итак, не потому мы скажем немного, что мы надоедаем вам множеством проповедуемого, но потому что сегодня есть важная причина к сокращению речи. Я вижу, что многие из верующих поспешают к приобщению страшных тайн. Поэтому дабы они не лишились этой трапезы и не остались без той. Необходимо пищу распределить соразмерно, чтобы и стоя с другой стороны вам была польза, и чтобы вы отошли снабженные в путь этой трапезой и нашими беседами, и приступили к страшному и ужасному приобщению со страхом, трепетом и надлежащим благоговением. Сегодня, возлюбленные, Господь наш Иисус Христос был предан. В этот наступающий вечер иудеи взяли Его и пошли. Но не предавайся унынию, услышав, что Иисус был предан. Или лучше предайся унынию и плачь горько, но не о преданном Иисусе, а о предателе Иуде. Потому что преданный спас вселенную, а предавший погубил свою душу. Преданный сидит ныне Одесную Отца на небесах, а предавший находится ныне в Ааде, ожидая неизбежного наказания. О нем плачь и воздыхай, о нем скорби, как и владыка наш плакал о нем. Увидев Его, говорится в Писании, смутился и сказал, один из вас предаст меня. О, сколь велико милосердие владыки! Преданный скорбит о предавшем. Увидев Его, говорит Евангелист, смутился и сказал, один из вас предаст меня. Для чего он опечалился? Для того, чтобы показать любовь свою и вместе научить нас, что не того, кто терпит зло, а того, кто причиняет зло, нужно постоянно оплакивать. Последнее хуже первое, или лучше сказать первое, то есть терпеть зло, не есть зло, а причинять зло есть зло. Терпеть зло – это заставляет Царство Небесное, а причинять зло – это подвергает нас деянию и наказанию. Блаженно, говорит Господь, изгнанные правды ради, ибо их есть Царство Небесное. Видишь ли, как претерпевающее зло получает награду и раздаяние? Царство Небесное. Послушай, как причиняющее зло подвергается наказанию и отмщению. Павел, сказав об Иудее, что они Господа убили и пророков гнали, превосокупил, которых кончина будет по делам их. Видишь ли, как гонимое получает Царство, а гонящее наследует гнев Божий. Это сказано мной теперь не без цели, а для того, чтобы мы не гневались на врагов, нажалели их, оплакивали их и сострадали им. Они-то именно и терпят зло, враждуя против нас. Если мы так настроим душу свою, то в состоянии будем и молиться за них. Для того я и беседую с вами уже четвертый день о молитве за врагов, чтобы это слово наставление было твердо усвоено, укоренившись в вас от непрестанного внушения. Для того я непрестанно изливаюсь в словах, чтобы опала опухоль гнева и утихло воспаление, так, чтобы приступающий к молитве чист был от гнева. «Христос заповедал это не только для врагов, но и для нас, прощающих им грехи, так как ты сам больше приобретаешь, чем даешь, прекращая гнев на врага. Как же, скажешь, я больше приобретаю? Если ты простишь грехи врагу, то тебе будут прощены твои прегрешения против владыки. Эти неисцельны и непростительны, а для тех есть великое облегчение и прощение. «Послушай, как Илья говорил сыновьям своим, если человек согрешит против человека, то помолятся о нем, Господу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Таким образом, эта рана нелегко исцеляется и молитвою. Но не исцеляясь молитвою, она исцеляется прощением грехов ближнему. Поэтому грехи в отношении к владыке Христос назвал тысячами талантов, а грехи в отношении к ближнему – сотни динариев. «Прости же сто динариев, чтобы тебе были прощены тысячи талантов». 410. Впрочем, о молитве за врагов довольно сказано. Возвратимся, если угодно, к речи о предательстве и посмотрим, как предан был Господь наш. «Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, сказал первосвященникам, «Что дадите мне, я предам его вам?» Эти слова, по-видимому, ясны, ничего более в них не подразумевается. Но если кто-то тщательно исследует каждое из этих слов, то найдет в них много предметов для размышления и великую глубину мыслей. И, во-первых, время. Ненапрасно евангелист означает его. Не просто сказал «Идя» Евангелие от Матфея 26.14.5, но прибавляет «Тогда пошел первосвященником». И для чего он означает время? «Чему он хочет научить меня?» Не без цели, сказано это «Тогда». Говорящий духом не говорить напрасно и без цели. Что же означает это «Тогда»? Перед тем самым временем, перед тем самым часом приходила блудница с сосудом мира и возлила этот елей на главу Господа. Она показала великую служливость, показала великую веру, великое послушание и благоговение. Изменила прежнюю жизнь, сделалась лучше и целомудреннее. Но когда блудница раскаялась, когда она снискала себе благоволение владыки, тогда ученик предал учителя. Для того и сказано «Тогда», чтобы ты не обвинял учителя в немощи, когда увидишь, что ученик предает учителя. Сила учителя была такова, что она привлекала и блудниц к повиновению ему. Почему же, скажешь, обращавший блудниц, не в силах был привлечь к себе ученика? Он в силах был привлечь к себе ученика, но не хотел сделать его добрым, по необходимости, и привлечь к себе насильно. Тогда пошел, немаловажный предмет для размышления заключается и в этом слове, пошел, не быв призван первосвященниками, не быв принужден необходимостью или силой, но сам по себе и от себя. Он произвел коварство и предпринял такое намерение, не имея никаким сообщникам никого этого нечестия. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам. И в этих словах один из двенадцати выражается величайшее против него осуждение. У Иисуса были и другие ученики числом семьдесят, но те занимали второе место, не пользовались такой честью, не имели такого дерзновения, не участвовали в стольких тайнах, как двенадцать учеников. Эти были особенно отличены и составляли хор около царя. Это были приближенное общество учителя, и отсюда не спал Иуда. И так, дабы ты знал, что не простой ученик предал его, но один из высшего разряда. Для этого и говорит евангелист один из двенадцати. И не стыдился написать это святой Матфей. Для чего не стыдился? Для того, чтобы ты знал, что евангелисты всегда во всем говорят истину. И ничего не скрывая даже и того, что кажется унизительным. Потому что это, по-видимому, унизительное. Показывает человеколюбие владыке, предателя, разбойника, вора. Он удостоил таких благ. И до последнего часа терпел его, вразумлял, увещевал и всячески оказывал попечение о нем. Если же он не внимал, то виной не Господь, свидетельница этому блуднице. Она была внимательна к самой себе и спаслась. Итак, не отчаивайся, взирая на блудницу. И не будь самонадеян, взирая на Иуду. То и другое гибельно и самонадеянность, и отчаяние. Самонадеянность стоящего заставляет падать, а отчаяние лежащему не позволяет встать. Поэтому и Павел увещевал так, кто думает стоить, берегись, чтобы не пасть. Ты имеешь примеры того и другого, как ученик, казавшийся стоящим, пал, и как блудница павшая, восстала. Склонен к падению наш ум. Удоба, преклонна воля, поэтому нам нужно со всех сторон оберегать и ограждать себя. Тогда один из двенадцати называемый Иуда Искариотский. Видишь ли, из какого хора не спал он? Видишь ли, каким учением пренебрег он? Видишь ли, какое это зло, беспечность и нерадение? Называемый Иуда Искариотский. Для чего ты мне называешь его город? О, если бы мне не знать его. Называемый Иуда Искариотский. Для чего же ты называешь его город? Был другой ученик Иуда, называемый Зелотом, ревнителем. Чтобы от одинаковости имени не произошло какой-нибудь ошибки, евангелист отвечал того от этого. Этого назвал по доброму качеству его Иуда Зелот. А того не назвал по злому его качеству, не сказал Иуда предатель. Хотя следовало бы, как этого назвал он по доброму качеству, так и того назвать по злому качеству и сказать Иуда предатель. Но дабы научить себя соблюдать язык свой чистым от осуждения, он щадит и самого предателя. Пошел, говорится, один из двенадцати, называемый Иуда Искариотский, первосвященником и сказал им, «Что мне дадите? Я вам предам его». О, нечестивые эти слова! Как они исторглись из уст, как подвикся язык, как не оцепенело все тело, как не помрачился ум. 412. «Что мне дадите, я предам вам его? Этому ли, скажи, мне научил тебя Христос? Не поэтому ли говорил он? Не собирайте золота, ни серебра, ни меди в ваших поясах. Заранее держивая твоя склонность к сребролюбию. Не к этому ли убеждал он постоянно и вместе с тем говорил, если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и левую. Что мне дадите, я предам вам его? О, безумие! За что, скажи мне? В чем малом или великом, имея обвинить его, ты предаешь учителя? За то, что он тебе дал власть над демонами? За то, что дал силу исцелять болезни, не очищать прокаженных? За то, что дал силу воскрешать мертвых? Что поставил господином над властью смерти? За эти благодеяния даешь ты такую отплату? Что мне дадите, и я предам вам его? О, безумие или лучшее сребролюбие! Оно породило все это зло, и увлеченный он предал учителя. Таков этот злой корень, он хуже беса, приводит в неистовство души, которыми овладевает, производит в них забвение о всем, и о себе, и о ближних, и о законах природы, лишает самого смысла, и делает безумными. Смотри, сколько вещей он изгладил из души Иуды, сообщества с Иисусом Христом, приязнь, общение в трапезе, чудеса, учения, увещания, наставления, все это тогда сребролюбие ввергло в забвение. Поэтому справедливо Павел говорил, корень всякого зла есть сребролюбие. Что мне дадите, я предам вам его? Велико безумие этих слов. Неужели, скажи мне, можешь предать того, кто держит все, владычествует над бесами, повелевает морем, и есть владыка всей природы? И дабы укоротить его безумие, и показать, что если бы сам он не хотел, то не был бы предан. Послушай, что делает Господь. В самое время предательства, когда вышли на него с кольями, со светильниками, он говорит, кого ищите? Они не знали того, кого намеревались взять. Как далек был Иуда от возможности предать его, что даже не видел присутствие того, кого намеревался предать. Тогда как были и светильники, и столько света, на это дал указание евангелист, сказав, они имели светильники и не видели его. Каждый день Господь напоминал ему и делами, и словами, внушая, что предатель не скроется от него. Неявно обличал его предсеми, чтобы он не сделался более бесстыдным, и не молчал, чтобы он, думая, что скрыть, не приступил к предательству без страха, но часто говорил, один из вас предаст меня. Впрочем, не делал его известным. Много говорил он о гиене, много о царстве, и в том и другом показывал свою силу, и в наказании грешников, и в награждении добродетельных. Но все это Иуда отверг, и Бог не влег его силою. Так как Бог создал нас господами на выборе и худых, и добрых дел, и желает, чтобы мы были добрыми по своей воле, то он не принуждает и не заставляет, если мы не хотим. Потому что быть добрым по принуждению не значит быть добрым. Поэтому, так как Иуда был господином своих помыслов, и в его власти было не повиноваться им и не склоняться к сребролюбии, то он, очевидно, сам ослепил свой ум и отказался от собственного спасения. «Что мне дадите, я предам вам его?» Обличая слепоту ума его и безумие его, евангелист говорит, что во время прибытия их стоял близ них Иуда, сказавши «Что мне дадите, я предам вам его?» И не из этого только можно видеть силу Христову, но из того, что по произнесению им простого слова они отступили и пали на землю. Но так как они после этого не оставили бесстыдство, то он, наконец, предает себя, как бы так говоря. «Я сделал все со своей стороны, явил силу свою, показал, что вы предпринимаете невозможное дело. Я хотел обуздать злобу вашу, но так как вы не захотели этого, а остались при своем безумии, то вот я предаю себя». Это сказано мной для того, чтобы кто-нибудь не стал осуждать Христа, говоря, почему он не изменил Иуду, почему не сделал его благоразумным и добрым. Как следовало сделать его добрым? По принуждению или по воле? Если по принуждению, то таким образом он не мог сделаться лучшим, потому что никто не может быть добрым по принуждению. Если же по воле и свободному решению, то он Христос употребил все меры, какие могли исправить волю и намерение. А если тот не хотел принять врачевство, то это вина не врача, а отвергшего врачевания. Посмотри, сколько сделал Христос, чтобы склонить его на свою сторону и спасти его. Научил его всякому любомудрию и делами, и словами, поставил его выше бесов. Сделав способным совершить многие чудеса, устрашал угрозы гиены, вразумлял обетованием царства, постоянно обличал тайные его помышления. Но обличая, не выставлял на вид всем, а мыл ноги его вместе с прочими учениками. Сделал участником своей вечерей трапезы, не опустил ничего, ни малого, ни великого, но он добровольно остался неисправимым. А чтобы тебе убедиться, что он, имея возможность измениться, не хотел, и все произошло от него, от его беспечности, «Послушай, предав Христа, он бросил 30 серебряников и сказал, согрешил я, предав кровь неповинную». Что это? Когда ты видел его совершающим чудеса, то не говорил «согрешил, предав кровь неповинную», но что мне дадите, и я предам вам его? А когда зло преуспело, и предательство достигло исполнения, и грех совершен, тогда ты сознал этот грех. Чему же мы научаемся отсюда? Тому, что когда мы предаемся беспечности, то и увещание не приносит нам пользы. А когда бываем внимательны, то и сами собой можем восстать. Так и он, когда учитель увещевал его, не слушал, а когда никто не увещевал, то собственная совесть его пробудилась, и без всякого учителя он переменился, осудил то, на что дерзнул, и бросил 30 серебряников. Что мне дадите, я предам вам его? Они же, говорят в Ангелис, дали ему 30 серебряников, предложили цену за кровь, не имеющей цены. Для чего ты, Иуда, принимаешь 30 серебряников? Христос пришел даром пролить эту кровь за вселенную, а ты о ней делаешь бесстыдные договоры и условия. И в самом деле, что может быть бесстыднее этого договора? 414. Тогда приступили ученики. Тогда. Когда? Когда то произошло, когда предательство совершилось, когда Иуда погубил себя, тогда, первый день опресночный, приступили ученики к Иисусу и сказали ему, где велись нам приготовить тебе Пасху? Видишь ли ученика? Видишь ли прочих учеников? Тот предает владыку, а эти заботятся о Пасхе. Тот заключает условия, а эти предлагают услугу. Тот и эти пользуются одинаковыми чудесами, одинаковыми наставлениями, одинаковой властью. Откуда же такая перемена? От воли. Она всегда бывает причиной всех благ и зол. «Где велись приготовить нам Пасху тебе?» Это было в нынешний вечер. Владыка не имел дома, и поэтому они говорят ему, «Где велись нам приготовить тебе Пасху?» Мы не имеем определенного пристанища, не имеем ни шатра, ни дома. Пусть узнает, живущие в великолепных домах, в широких портиках, в пространных оградах, что Христос не имел где преклонить главу. Вот и ученики спрашивают, «Где велись нам приготовить тебе Пасху?» «Какую Пасху?» «Не эту нашу, а пока иудейскую». То именно приготовили ученики. А эту нашу он сам приготовил, и не только сам приготовил ее, но и сам же он стал Пасхой. «Где хочешь, чтобы мы приготовили тебе Пасху?» «Где велись?» Это была иудейская Пасха, та, которая получила начало в Египте. Для чего же Христос вкушал ее? Для того, чтобы исполнить все требуемое законом. Он, когда и крестился, говорил, «Так нам подобает исполнить всякую правду. Я пришел искупить человека от клятвы закона, ибо послал Бог Сына Своего, рожденного от жены, бывшего под законом, чтобы искупил подзаконных, и прекратить самый закон». Галатам 4.4. Да бы кто-нибудь не сказал, что он потому уничтожил закон, что не мог исполнить его, как тяжкий, трудный и неудобно исполнимый, он сначала исполнил его весь, а потом и отменил. Потому он совершил и Пасху, что Пасха была предписана законом. А для чего закон предписывал вкушать Пасху? Иудеи были неблагодарны к своему благодетелю и тотчас после благодеяний забывали о повелении Божьем. Так, когда они вышли из Египта, то даже видев море разделившееся и опять соединившееся, и другие бесчисленные чудеса говорили, «Сделаем себе богов, которые шли перед нами». Что говоришь ты? Чудеса еще перед тобой, а ты уже забыл о благодетели. И вот, так как они были столь бесчувственны и неблагодарны, то с учреждением праздников Бог связал воспоминания о дарах его. Поэтому он повелел заколать и Пасху, дабы когда спросит тебя, говорит он, сын твой, что означает эта Пасха? Ты говорил, что наши предки в Египте помазали некогда двери кровью овцы, чтобы губитель, пришедший и увидев, не дерзнул входить и не наносил удара. Таким образом, потом этот праздник стал постоянным напоминанием о спасении. И не только ту пользу получали они, что он напоминал им о древних благодеяниях, но и другую и большую, от того, что он прообразовал будущее. Тот агнец был образом другого агнца, духовного. Овса, овсы, то была тень, а это истина. Когда же явилось солнце правды, тогда тень наконец исчезла, так как при восходе солнца тень скрывается. Поэтому на самой этой трапезе совершается та и другая Пасха, и прообразовательная, и истинная. Как живописцы на одной и той же доске проводят черты, изображают тень, и потом накладывают на нее истинные краски. Так поступил и Христос. На одной и той же трапезе Он и написал прообразовательную Пасху, и присоединил истинную. Где, повелишь, приготовить нам Пасху? Тогда была Пасха иудейская. Но когда взошло солнце, то светильник пусть уже не является. Когда наступила истина, то тень пусть уже исчезнет. 416. Говорю я так иудеям, так как они мнят, что совершают Пасху, и не обрезанные сердцами, с бесстыдным намерением предлагают обтресники. Как, скажи мне, иудей, ты совершаешь Пасху? Храм разрушен, жертвенник уничтожен, святое святых попрано, всякого рода жертвы прекращены. Для чего же ты дерзаешь совершать эти беззаконные дела? Ты отошел некогда в Вавилон, и там говорили пленившие тебя, воспойте нам от песней сионских, но ты и не согласился, это выразил Давыд, сказав, «На реках Вавилонских там сидели мы и плакали, на вербах посреди его повесили мы органы наши, то есть салтырь, цитру, лиру и прочее, так как их употребляли они в древности, и посредством их спели псалмы. Отправившись в плен, они взяли их с собой, чтобы иметь напоминание о жизни в Отечестве, а не для того, чтобы употреблять их. Там, говорит, вопрошали нас пленившие нас о словах песней, а мы сказали, «Как будем песней Господу на земле чужой?» Что говоришь ты? Песни Господней ты не поешь на земле чужой, а Пасху Господню совершаешь на земле чужой. Видишь ли неблагодарность, видишь ли беззаконие, когда враги принуждали их, то они не смели даже сказать «Салма на земле чужой», а теперь сами от себя, в то время как никто не принуждает и не заставляет их, воздвигают войну против Бога. Видишь ли, как нечисты опресники, как беззаконенных праздник, как уже не существует Пасха Иудейская. Была некогда Пасха Иудейская, но теперь отменена. Наступила Пасха Духовная, которую преподал тогда Христос. Когда они, ученики, ели и пили, то Он, говорит с Евангелия, взял хлеб, преломил и сказал «Сие есть тело мое за вас, ломимое в оставлении грехов». Посвященное в тайны, разумеет сказанное. Также и взяв чашу, сказал «Сие есть кровь моя, изливаемая за многих в оставлении грехов». И Иуда присутствовал, когда Христос говорил это. «Сие есть тело, которое ты, Иуда, продал за 30 теребреников». «Сие есть кровь, о которой ты недавно заключил в бесстыдные условия с неблагодарными фарисеями. О, человеколюбие Христово! О, безумие! О, неистовство Иуды! Этот продал его за 30 динариев, а Христос и после того не отказался бы самую проданную кровь свою отдать продавшему в оставлении грехов, если бы этот захотел. Ведь Иуда присутствовал и участвовал в священной трапезе, как ноги его вместе с прочими учениками умыл Христос, так и в священной трапезе он участвовал для того, чтобы он не имел никакого предлога к оправданию, если останется при своем нечестии. Христос оказал и употребил все со своей стороны, а он упорно остался при своем нечестивом намерении». 4.17. Впрочем, уже время приступить к этой страшной трапезе. «Приступим же все с надлежащей скромностью и вниманием. И никто пусть не будет Иудою, никто пусть не будет злым, никто пусть не скрывает в себе яда, нося одно на устах, а другое в уме. Предстоит Христос и теперь, кто учредил ту трапезу, тот же теперь устрояет и эту. Не человек притворяет предложенное в тело и кровь Христову, но сам распятый за нас Христос, представляя его образ, стоит священник, произносящий те слова, и действует сила и благодать Божия. «Сие есть тело мое», сказал он. Эти слова притворяют предложенное, и как то изречение, водитесь, размножайтесь и наполняйте землю, хотя произнесено однажды, но в действительности во все время дает нашей природе силу где-то рождению. Так и это изречение, произнесенное однажды с того времени до ныне и до его пришествия, делает жертву совершенную на каждой трапезе в церквах. Итак, никто пусть не приступает к коварным, никто исполненным злобы, никто имеющим яд в мыслях, чтобы не причащаться в осуждение. И вот после принятия предложенного в Юду вошел дьявол. И презрев не тело Господне, но презрев Иуду за его бесстыдство, дабы ты знал, что на тех, которые недостойно причащаются божественных тайн, особенно нападает и постоянно входит дьявол, как и тогда в Иуду. Так почести приносят пользу достойным, а недостойно пользующихся ими подвергает большему наказанию. Говорю, это не для того, чтобы устрашить, но чтобы предостеречь. Пусть же никто не будет Иудою, никто, приступая, пусть не имеет в себе яда злобы. Эта жертва есть духовная пища. И как телесная пища, попадая в желудок, имеющая худые соки, еще больше усиливает немощь. Не по своему составу, но по болезни желудка. Так обыкновенно бывает и с духовными таинствами. И они, когда сообщается душе, исполненной злобы, то больше повреждает и губит ее. Не по своему свойству, но по болезни принявшей души. Итак, пусть никто не имеет внутри себя злых помыслов, но очистим ум. Мы приступаем к чистой жертве, сделаем же душу свою святою. А сделать это можно в один день. Как и каким образом? Если ты имеешь что-либо против врага, то оставь гнев. Исцели рану, прекрати вражду, чтобы тебе получить пользу от этой трапезы, потому что ты приступаешь к страшной и святой жертве. Постыдись того, что служит основанием самого этого приношения. Предлежит закланный Христос. Почему он заклан и для чего? Для того, чтобы умиротворить небесное и земное. Чтобы сделать тебя другом ангелов, чтобы примирить тебя с Богом всех. Чтобы из врага и противника сделать себя другом. Он отдал душу свою за ненавидящих его, а ты остаешься враждующим против подобного тебе раба. Как же ты можешь приступить к трапезе мира? Он не отказался даже умереть за тебя, а у тебя недостает сил для себя самого оставить гнев на подобного тебе раба. Какого это может удостоиться прощения? Он обидел меня, скажешь, и весьма много отнял у меня. Что же, ущерб только в деньгах. Он еще не ранил тебя так, как иуда Христа. Однако Христос самую кровь свою, которая пролита, отдал для спасения, проливших ее. Что можешь ты сказать, равное этому? Если ты не простил врага, то не ему нанес вред, а самому себе. Ему ты часто вредил в настоящей жизни, а себя самого сделал недостойным прощения и безответным в будущий день. Ничего так не отвращается Бог, как человека злопамятного, как сердца надменного и души раздражительной. Послушай же, что говорит он. Матфея 5, 23. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Что говоришь ты? Оставлю дар? Да, для мира, говорит, с братом твоим, и принесена эта жертва. Посему, если эта жертва принесена для мира твоего с братом, а ты не заключаешь мира, то напрасно ты участвуешь в этой жертве. Бесполезным для тебя становится это благо. Сделай же наперед то, для чего принесена эта жертва. Тебя прекрасно ею воспользуешься. Для того не шел Сын Божий, чтобы примирить естество наше с Владыкой. Не только Сам для этого пришел Он, но еще озабочен был тем, чтобы и нас, совершающих это сделать, причастниками имени Его. Блаженны, говорит Он, миротворцы, ибо они с сынами Божиими нарекутся. Что сделал единородный Сын Божий? Тоже сделай и ты по силам человеческим, ставший виновником мира и для тебя самого, и для других. Поэтому тебя, миротворца, Он и называет Сыном Божиим. Поэтому и применительно ко времени жертвы Он не упомянул ни о какой другой заповеди, кроме примирения с братом, выражая, что это важнее всего. Я хотел еще более продолжить речь, но и сказанного довольно для внимательности, если они будут помнить. Будем же, возлюбленные, постоянно помнить эти слова, и святая лапзания, и страшные приветствия, которые делаем друг другу. Это соединяет наши души и производит то, что мы все становимся одним с телом, как и пресечаемся все одного тела. Соединимся же в одно тело, не тела, сочетовая друг с другом, но души связываем между собой союзом любви. Таким образом, мы можем с дерзновением вкушать от предлагаемой трапезы. И хотя бы мы имели бесчисленное множество праведных дел, но если будем злопамятными, то все будет тщетно и напрасно. И никакого от них мы не сможем получить плода для спасения. Итак, сознавая это, прекратим всякий гнев и очистим совесть свою. Со всем смирением и кротостью приступим к трапезе Христа, с которым Отцу со Святым Духом всякая слава, честь, держава ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.